Многодетные семьи в Якутии могут получить 30% скидку на оплату коммунальных услуг. Такое право было уже с 1992 года. Воспользоваться им стало возможным только сейчас. Вот почему так случилось и на другие интересующие нас вопросы сегодня ответит наша гость. Я рада представить вам Александру Николаеву, юриста. Доброе утро. Доброе утро, Александра. Так почему же только сейчас можно воспользоваться данной скидкой многодетным семьям? Как так получилось? Дело в том, что да, действительно указ президента был принят еще в 1992 году Борисом Ельциным. Но, к сожалению, до сих пор на законодательном уровне не было принято порядка ее предоставления. Таким образом, не было механизма возмещения управляющей компанией данной 30% скидкой. Но, тем не менее, она есть. Так. Ну, что необходимо сделать, чтобы подать заявление, да, для начала? Для того, чтобы получить скидку, нужно обратиться с заявлением в управляющую компанию или напрямую к поставщику. Имеется в виду, например, напрямую в Якутск Энерго, если вы оплачиваете напрямую свет туда, при прямых расчетах. Примерно такого содержания. Прошу предоставить мне 30% скидку как многодетной семье согласно указу президента 1992 года номер 431. Управляющая компания об этой скидке знает, но просто делает вид, что якобы ее не существует и что нет. Да. Да. Делает вид, что такой скидки нету или ссылается на то, что какого-то порядка нет, что им никто якобы не возмещает данные расходы. И также иногда отправляют в агентство субсидии и в социальную защиту. Но это является неправильным, потому что по закону, по жилищному кодексу, обязанность по предоставлению скидки и льготы лежит именно на управляющей компании. Так, мы насильно даем заявление, значит. Да. Да. Какие-то документы нужно приложить. Да, нужно приложить документы, конечно же, это свидетельство о рождении троих детей. При этом удостоверение многодетной матери прикладывать не обязательно. Достаточно самого свидетельства о рождении третьего ребенка. Также нужно приложить документ на квартиру. Это либо документ о праве собственности на квартиру, либо договор социального найма, либо это договор аренды. Если семья проживает безвозмездно, например, у родственников, то можно сделать договор безвозмездного пользования жилым помещением. Такое тоже допускается по закону. Так. Да, любой документ. Ну, сколько вот времени займет ожиданий? Каким будет, обязательно будет положительный ответ? 10 дней по закону. Управляющая компания по закону защиты прав потребителя должна ответить в течение 10 дней. И если она откажет в скидке или не предоставит никакого ответа, отправит в другое какое-то ведомство, то отказ оспаривается через суд. Сейчас очень много положительных решений суда, почти все, вынесены в пользу многодетных семей о предоставлении данной скидки. Это очень радует, действительно. Да. Как давно на практике уже положительный? С 2016 года примерно, да. То есть я помню, что раньше постоянно отказывали в этой скидке, ссылаясь на то, что нет какого-то конкретного порядка и механизма предоставления скидки. Но на самом деле это неправильно, потому что в законе четко написано, что управляющая компания обязана предоставить данную скидку. И также суды указывают в своих решениях, что они имеют право взыскать свои расходы уже с государства, с Министерства финансов Российской Федерации. Потому что именно на Министерстве финансов лежит обязанность по субсидированию данной скидки. Отсутствие порядка, то, что на законодательном уровне имеются какие-то пробелы, это не влияет на права многодетных семей. Потому что указ президента неотмененный, он действует до сих пор. Его никто не отменял. И поэтому сейчас складывается положительная судебная практика. В Якутии положительная, а в других регионах где-то да, где-то нет. По-разному тоже она неоднозначная. Но в Якутии она положительная судебная практика. Отлично. Значит, управляющая компания нам отказала, мы подаем заявление в суд. Да. Что там? Нужно будет обратиться в суд с исковым заявлением об установлении 30% скидки в связи с рождением третьего ребенка. Нужно будет обратиться к юристу и в принципе можно справиться самостоятельно, пойти в суд без юриста. Но если вы сомневаетесь, и если, например, нет денег на юриста, то можно обратиться в МФЦ. Там оказывают бесплатную юридическую помощь для социально незащищенных граждан, в том числе для многодетных семей. Ну, достаточно в МФЦ подойти, записаться на прием, сказать, что вот многодетная семья. И им предоставляют услуги по составлению иска, бесплатные консультации. Это даже юристов в суд предоставляют. Так, все на бесплатной основе. Да, все на бесплатной основе. Ну, как долго тянется суд? Суд примерно три месяца. Но если управляющая компания будет обжаловать решение суда, то 4-5 месяцев с учетом апелляции в Верховном суде. Но Верховный суд, как правило, данное решение оставляет в силе. Ну, мы понимаем, что сегодня не можем охватить все вопросы. Куда можно населению обратиться за более подробной информацией на данную тему? За более подробной информацией можно обратиться в МФЦ, в прокуратуру. Можно обратиться к частным юристам. Я, как директор службы бесплатной юридической помощи, также такие консультации оказываю. Ну, уже как частный юрист. Как я уже говорила, в МФЦ оказывают бесплатные юридические консультации. Там должны знать об этом скидки.